В столице Румынии прошел международный турнир по быстрой игре. В шахматы играли 10 топ-грессмейстеров, включая харьковчанина Антона Коробова. В девяти турах «Рапида» он трижды выиграл и шесть партий завершил в ничью. Это принесло ему 12 очков, за победу два, за ничью одно. Коробов выиграл турнир на два пункта, опередив трех ближайших преследователей. Здравствуйте, это спортивный интерес, только главные события харьковского спорта за неделю. Сегодня в программе. Греко-римская борьба. Харьковчане выиграли домашний кубок Украины по юниорам. В волейбол харьковские команды добыли первые победы в женской высшей лиге. Фехтование – рекордные 12 стран мира на 22-м мемориале Леонида Вербаха. Баскетбол, выступления харьковских команд во всех лигах и чемпионатах, фигурное катание Александра Назарова и Максим Никитин выиграли чешский турнир. Другие события недели с участием харьковских спортсменов. В Коросе Нижитомирской области прошел 11-й по счету Кубок Древлян по вольной борьбе среди юношей и девушек. Участвовали две сотни спортсменов из семи областей Украины и из белорусского Гомеля. Ученицы Государственного училища физической культуры добыли полный комплект наград. Первое место завоевала Валерия Дмитренко, второе – Диана Котвицкая, третье – София Марченко. Занимаются они у Романа Осьмакова и Игоря Прилуцкого. Настоящим украшением юниорского Кубка Украины по греко-римской борьбе, который принимал Манеж ХТЗ, стал финал супертяжелой весовой категории. Кто бы мог подумать, что в таком возрасте при таком весе на ковре можно показать настоящий борцовский драйв. Владислав Коваленко в красном и Михаил Вишневецкий в синем еще и занимаются в одном зале под руководством одних тренеров, но смогли удивить друг друга и зрителей. До перерыва синий два раз забросил по два балла, после возобновления борьбы красный активизировался, но смог лишь сократить отставание. Коронный бросок прогибом против высокого и тяжелого соперника не прошел. 9-4 выиграл Вишневецкий, который на два года младше соперника. Традиции тяжелого веса, я вам скажу, радует. У нас были 20 лет назад чемпион мира в тяжелом весе Лагин и чемпион Европы. В Чикаго, кажется, в 1994 году призер чемпионата мира в тяжелом весе Иванов Алексей. Потом был Паша Бабий, чемпион Европы. И тяжелый вес, и 100 килограмм, самые престижные веса, где у нас идет, как бы, даже мы сами не хотим, идет традиция. И в 100 килограмм у нас было очень много чемпионов, призеров мира Европы. И Попова Андрей, и Тимченко. Еще один принципиальный финал образовался в весовой категории до 82 килограммов. Харьковчанин Руслан Конев против экс-харьковчанина Никита Алексеева. Он теперь борется за Киевскую область. Конев резво начал, заработал для противника портер, накатил из него и повел 5-1. Счет продержался до середины второго периода, когда Алексеев заработал балл, но большего до сирены добиться не смог. Красный выполнил план на схватку. Почти. Он уже был в первом периоде заканчивал встречу, и во втором периоде уже нужно было активнее больше удерживать, активно схватку. И немного не выполнил установку тренера. Не так закончил, как хотелось бы. А почему нужно было основные технические действия в первом периоде? Ну, потому что у меня такой стиль борьбы. Мы так с тренером думали, решали, как лучше. И у меня получается один прием, который мы с ним долго нарабатывали. И мы так решили от него строить схватку. Ну, накат в партере, там, за грудь и с подъемом. В весе до 87 килограммов до главной схватки дошел, хотелось бы, чтобы преемник двукратного чемпиона мира Семена Новикова Давид Шарт. Поединки против Черкащанина технические действия борцы не выполнили. Оба балла Харьковчанин заработал в каждом из периодов за активность. Не самое яркое шоу получилось, но сам золотой призер говорит, что главное для него – факт победы на Кубке. Не было действий. Сделал акцент на функционалку, то есть передышал соперника, не дал ему шанса провести бросок. Как-то так. Ну, для меня главная победа. Месяц назад на турнире обычном подготовительном к Украине и выиграл его таким же способом 2-0. И вчера думал, что как бы стратегия работает и можно повторить. Борешься в весе с двукратным чемпионом мира? Ну, и вы в одном зале тенируетесь. Помогает это? Конечно, я ему помогаю. Он мне, понятно, мне больше польза. То есть каждый день становимся, как бы друг друга делаем лучше. В юниорский Кубок страны турнир относительно новый и отборочным по сути не является. Наоборот, он заканчивает сезон. Но там, где что-то заканчивается, что-то другое начинается. Поэтому тренерский штаб внимательно следит за этими ребятами. Многие из них перейдут в молодежный возраст, а это юрисдикция Дмитрия Тимченко и Виталия Лещинского. Силу харьковской прописки первого и спросить мнение относительно местных победителей я решил у второго. Тот беспрестрастно прошелся по каждому. Тяжи понравились. Достойно именно сражались. Коваленко не хватает немножко весу, я знаю у него. По росту маленький. Я думаю, надо лучше по-другому бороться. Но встреча была хорошая. 87 шаг. Надо прием. Надо ему найти прием. Без приема тяжело будет побеждать на международной арене. А так, ну, 82 конев тоже, да, я смотрел за ним. Хороший парень сражается до конца. Здесь как бы нету еще его претендента хорошего, Андреевича, который призер. Сейчас был он чемпионат Европы. До нового года лучшие классики в этом возрасте поучаствуют на двух международных скандинавских турнирах в Швеции и Финляндии. Женская сборная Украины по футболу сыграла на выезде контрольный матч против Турции и выиграла 4-0. Три гола на счету легионерок Томилы Химич из белорусского Минска, Натии Панцулая из испанского атлетика и Дарья Кровец из французского Реймса. Еще один мяч забила игрок Харьковского Жилстроя-1 Дарья Апанасьенко. Этим поединком сборная Украины завершила недельный цикл учебно-тренировочных сборов. Женский волейбол национального уровня в Харькове почти стал экзотикой. В высшей лиге играют два наших клуба, но туры в чемпионате съездные и на своей площадке харьковские девушки сыграли вот раз, второй будет аж в конце января и все. Так что спешите видеть, как я успел. В спорткомплексе имени Юрия Паяркова на домашней площадке Педагогического университета хозяйки во втором туре добыли первую победу в сезоне. Орбита спортинтернат – это фарм-клуб команды Суперлиги, участник финала четырех вышки прошлого сезона. А у харьковских педагогов от прошлогодней команды остались два человека. Сыгранность – это количество игр, проведенных вместе в одном коллективе. Мы это нагоняем, участвуем в харьковском чемпионате, в кубке. Поэтому все слажено, отработано. Ни одна партия простой не была. В каждая игра доходила минимум до 20 очков проигрывающих. Именно на 20 харьковчанки взяли первый сет. Во втором уступали по ходу. В концовке могли нагнать, но успели забить только 23. Залогом победы в третьем сете стала серия их четырех удачных блоков. В середине партии уверена игры в нападение Екатерины Дзензиловской. У женщин в спорте бывает, все отыгрывается с неимоверных счетов. В четвертом хозяйки выигрывали и проигрывали, но эйсы от Елены Гастренко, Марины Попеля и Марины Лисеенковой вбили уверенность в свою команду и выбили ее у соперниц. 25-23, 3-1 – это первые три очка в сезоне. Сегодня очень неплохо получились нападающие удары. У нас очень много было активной, острой атаки, чего нам не хватало в предыдущей игры. Мы очень неплохо играли в защите, а вот с атакой у нас немножко не получилось. Я думаю, сегодня процент статистических атак у нас уменьшился. И я хочу сказать слава благодарности всем, кто нас поддерживает. Иван Федорович Прокопенко, Илья Дегар-Веевна, Ирине Владимировне, потому что эти люди верили и мы победили. Игрой ранее сборная Харьковской области из колледжа спортивного профиля встретилась с другим лидером первого тура Николаевской – Южанкой. Первый сет на 16 выиграли гости, второй на 12 – Харьковчанки. Казалось, что после определенного момента соперницы, что называется, отпускали партию, чтобы нагнать упущенное в следующей. Но следующих становится меньше. Рано или поздно наступает момент, когда нужно вытягивать физическими и моральными усилиями то, что само собой складываться не хочет. Подопечные Ольги Охлестина и Станислава Люгайло в начале сезона находятся именно в такой ситуации и нарабатывают заново игровые связи. Мы потеряли два человека основных состава. Это капитан команды, основная связка, которые были связи наиграны пять лет. Это немало, скажем так. И Либера, которая держала заднюю линию, прием. Это тоже основные факторы, элементы в волейболе, от которых начинается все остальное. Поэтому новая связка, новая молодая Либера. И потеряны связи, девочки еще не чувствуют друг друга. Естественно, игра вот такая не очень удачная. Но так как мы видим и как мы понимаем, как должно быть, как мы готовились, это пока не тот вариант, в котором они готовы. Еще нужно время. Достаточно уверенно взяв третий сет на 18 очков соперниц, четвертый игровой отрезок девушки в красном начали из рук вон 2-6. Тренер взяла тайм-аут и привела подопечных в чувство кувырками и прыжками в разминочной зоне. Дело действительно пошло на лад, но до определенного момента. Потом игра снова потерялась, а счет не останавливался и пребывал на отметке 20-13 в пользу Николаева. И вот тут как раз произошла наглядная демонстрация прелести женской игры. На одной расстановке харьковчанки выиграли 5 очков, потом повисли на тройном сетболе, отыграли его, а потом выиграли еще две подачи 26-24-3-1 «Фантастика». На следующий день сборная области под ноль обыграла орбиту, харьковчанка уступила южанке 1-3. Именно николаевские девушки возглавляют таблицу «Колледж» на 5-м месте, «Педуниверситет» на 10-м. В Днепре завершилось национальное первенство по бадминтону. Двукратными чемпионами Украины стали харьковчане Артем Почтарев, Валерия Тращенков и Елизавета Жаркая. Почтарев в финале одиночного разряда победил днепрянина Кирилла Леонова. В паре с Тращенковым они переиграли хозяев площадки Ивана Друщенко и Александра Колесника. Вместе с Жаркой Атращенков первенствовал в турнире миксов. Жаркая и Марина Ильинская выиграли женский парный разряд. 22-й международный турнир по фехтованию на шпагах памяти Леонида Авербаха начался по традиции из «Затакта», то есть с ветеранского турнира. В его финале встретились харьковчанин Александр Горбачук и Дмитрий Половников из Львова. Со счетом 10-1 выиграл Горбачук и стал трехкратным обладателем трофея. Но, говорит, переживал как в первый раз, потому что на дорожке всегда есть, что доказать человеку напротив. Да, это соревнование проиграл бы не расстроился, но у меня такой характер, что если я выхожу на дорожку, я должен побеждать. И, конечно, вроде бы я чувствую, что я сильнее многих, а в душе все равно какое-то волнение, страх. И вот, прежде всего, для меня это было побороть свой страх изнутри, потому что я до этого уже два года побеждаю. И хочется доказать, что опять я сильный. Нынешний турнир стал рекордным в смысле участия иностранных гостей. Кроме украинцев, фехтовали представители 12 стран США и Канада точно приехали впервые. Но в финале командного турнира сошлись действительно фавориты Япония и Гонконг. Японцы, которых Горбачук привез как главный тренер, достаточно добавили в мастерстве за последние годы. И это не я так думаю, а победа на этапе Кубка мира свидетельствует. Здесь очень много боев можно проводить. И ребята многому учатся. Когда много боев проводят, очень сильные ребята, много команд приезжают. Тяжелее и тяжелее становятся аффектовать нам с другими, потому что уже знают, что японцы не те слабые, которые были 10 лет назад, а уже способны конкурировать за медали. Формула такова, что проводится очень много боев. И в первый, и второй день в мужском турнире. И иностранцы это воспринимают как дополнительный супер-марафон, я его называю. И они после этого турнира, количество боев, которые они проводят на этапах Кубка мира и Гран-при, это кажется детским лепетом, после того, сколько они эффектуют боев у нас. При всем богатстве японского выбора в числе восьми лучших, другой альтернативы, кроме украинской, не осталось. В финале мужского личного турнира сошлись киевлянин Игорь Рейзлин и Богдан Никишин из Днепра. Первый действующий чемпион мира по военнослужащим турнир прошел совсем недавно. Он же победил и здесь со счетом 15-11, в команде стал третьим. Говорит, что такая плотность соревновательного графика в начале олимпийского сезона – это очень хорошо. На армейских играх травмировался, потому не особо много тренировался после этих игр, успел восстановиться, так скажем. Очень большая конкуренция на этом турнире была, ну, вы сами видели, сколько стран приехало. Очень сильная сборная Японии, я вчера практически с ними со всеми фехтовал. Все три боя были очень тяжелые. Даже, наверное, проще было уже фехтовать в финале, чем до попадания. В женском турнире никого из иностранок не было, разбирались по-свойски. Двукратной победительницей турнира стала львовянка Ксения Пантелеева. Личный финал она выиграла у Елены Кривицкой из Киева со счетом 15-9. В составе команды финал тоже фехтовала против киевлянок, но без Кривицкой. На Тоненького 45-42 выиграли девушки из Львова. Именно командный формат в приоритете и сборной Украины, в которой и сойдутся сегодняшние соперницы. Мы можем только попасть с командой. У нас, если команда не попадает, попадает только один человек. Это сложно. Четыре человека – это самый оптимальный вариант. Нужно еще пройти три турнира, чтобы отобраться на Олимпиаду. Осталось до апреля месяца три турнира. Женская сборная Харьковской области заняла пятое место, вторая – мужская, шестое. Не там, не там харьковские представители не смогли пробиться в первые восемь. В итоге лучшая личная позиция – десятая. Евгения Миргородского оказалась лучшим харьковским результатом на турнире. Были три сборочных тура, по этим результатам проходило напрямую 16, потом остальные 16 проявлялись, то есть и на следующий день уже 32. В первый день довольно удачно попал напрямую по трем турам, а во второй день проиграл два раза японцам. Ну, сборникам, но проиграл одним уколом, к сожалению, за вход восемь. Лучшее харьковское место в одиночном женском разряде – восемнадцатое. В Днепре состоялся финальный третий тур юношеского чемпионата Украины по водному полу. Борьбу за первое место вели первая сборная Харьковской области и Львовское училище физической культуры совместно с ДЮШ-3. Все решила очная встреча соперников. Ее со счетом 14-7 выиграли львовяне. Они стали чемпионами Украины, опередив Харьков на три очка. Третьей стала еще одна львовская команда – школа Кутенко. В мужской баскетбольной суперлиге Украины Харьковские «Соколы» провели два домашних поединка. Первый – против действующего чемпиона «Химика» из Южного. До половины игры харьковчане держались молодцом, но после возобновления игры потеряли концентрацию, нарушив схемы. Было от чего потерять. Защитник гостей Исайя Вильямс забил 37 очков в одиночку из 93-х своей команды. У хозяев паркета оказалось на 16 очей меньше. «Когда проиграли один в один, шла какая-то подстраховка или просто один в один, и они зарабатывали легкие очки. Один в один проиграли в защите. Приговор такой. И если ты не играешь один в один в защите, то тяжело защититься, не пропустить очков». Против Одессы было все наоборот. Первую половину хозяева провалили на минус 15. После большого перерыва вроде как пытались возродить интригу, но не получилось. Опять проблемы с игрой один в один и много легких мячей в прорывах позволили Одесситам чувствовать себя комфортно в концовке игры. При разнице в районе плюс 20 делать это намного легче, чем при равном счете, а результат в итоге оказался 87-66 в пользу гостей. «Да, конечно, Одесса выглядела свежее, но это не основное, что сказалось на результате. Вы видите, сколько приходилось заводить. Я говорю, будет предстоит серьезный разговор, будем разговаривать, делать выводы». В высшей лиге харьковский политехник сыграл на выезде спаренный тур с дублерами Днепра. Счет колебался как маятник. Первая четверть Днепр – 8 очков, вторая Харьков – 10 и так далее. Неудивительно, что дело дошло до овертайма, и только в нем подопечные Тимура Рабаджи выиграли с минимальной разницей. Валевая победа в традициях триллера. У победителей центровой Антон Рочняк сделал дабл 16 плюс 12, и его коллега Памплуа Виктор Колотилов забил 22. Проиграли подбор, плохо начали первую четверть, плохо двигали в защите. Не то, что получилось, выиграли третью четверть, делали слегка задел, и в овертайме попали пару важных трехочковых и вцепились в стратегию защиты. Это помогло в университет. Редко так бывает, но и второй поединок этих команд в основное время лучшего не выявил. Харьковчане, в отличие от вчера, лучше сыграли на подборе и забили много из-за дуги. Вели они в концовке 8 очков, но растеряли преимущество. Большое число потерь в первой половине тяготило. В овертайме политехники выглядели неожиданно свежо и выиграли в 13 очков. У Рочника 33 пункта и 14 подборов, у Колотилова 29 плюс 11, у Сергея Кузнецова 10 плюс 11. В овертайме проявили себя как одна единая команда, сыграли очень четко, сбалансировано, отработали в защите и если посмотреть по счету, то совсем счет не поиграли. В женской высшей лиге команда ХАИ сборная Харьковской области выиграла два матча в Полтаве у одноименного клуба. Разница 16 и 13. В первой игре Алена Витковская забила 22 и 11, подобрала. Во второй у Ирины Бацинюк 17 плюс 15. Инваспорт также на выезде выиграл и проиграл Днепру. В таблице юго-восточного дивизиона ХАИ держится вверху наравне с запорожской казачкой и уступает только по разнице мячей. Инваспорт пятый из восьми, но с играми в запасе. В Словакии состоялся третий этап Кубка Европы по шорт-треку. Дважды золотым призером на нем стала харьковчанка Ульяна Дуброва. Она первенствовала на дистанциях 500 и 1000 метров, а в забеге на полтора километра стала второй. Таким образом, подопечная Виталия Сивака выполнила норматив мастера спорта Украины. Светлана Репецкая на полторашке финишировала третий, среди девушек трижды второй заехала Екатерина Соловьева. В чешском Оломоутсе завершился международный турнир по спортивным танцам на льду. Харьковская танцевальная пара Александра Назарова и Максим Никитин в короткой программе на полбала опередила польский дуэт Юстина Плутовская с Джереми Флемен. В произвольном танце подопечной Галины Чуриловой катались на высокой скорости с большой точностью выполнения. Судьи оценили эти качества суммой в 108,53 балла почти на 10 выше, чем у польской пары. В столице Японии прошел командный Кубок мира по настольному теннису. За женскую сборную Украины выступают две представительницы Харьковской области – Татьяна Беленко и Анна Гапонова. На групповом этапе украинки проиграли Китаю, но выиграли у Египта и заняли второе место, что дало право на участие в стадии плей-офф. В 1-4 финала Украина уступила Южной Корее со счетом 1-3. Балл своей сборной принесла киевлянка Маргарита Песоцкая. В Броварах прошел Кубок Украины по плаванию. Карина Снитко победила в заплывах на 200 и 800 метров вольным стилем. Она же финишировала второй на сотни этим способом, а на дистанциях 50 и 400 получила бронзовые награды. Максим Голубничий первенствовал на 200 брасом и 400 комплексом. 400 вольным стилем выиграла Марина Колесникова. 200 кролем, а также 50 и 100 на спине она закончила со вторым временем. Помимо этого, харьковчане завоевали еще три серебра и одну бронзу. Во Львове состоялся открытый осенний чемпионат Украины по велоспорту на треке. Помимо украинцев сражались гости из Белоруссии и Грузии. Харьковчане завоевали 13 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые награды. Богдан Данильчук выиграл спринт личный и командный. Алла Белецкая первенствовала в тех же дисциплинах, плюс командная гонка и Мэдисон. Победителями в своих возрастах также стали Валентин Кабашный, София Трубчанинова и Даниил Кириченко. В Словакии завершился международный бадминтонный турнир для 15-летних спортсменов. В женской паре харьковчанки Амина Лысенко и Евгения Кантемир победили два дуэта соперниц из Чехии и один из Венгрии. А в финале в трех геймах одолели еще одну чешскую пару. Помимо этого, Лысенко завоевала еще одну золотую награду смешанной парной категории, а в одиночном протоколе успешно преодолела групповой отбор, но закончила в четвертьфинале. В турецком Измире завершился молодежный чемпионат мира постоклеточным шашком. Второе место в классической игре заняла харьковчанка Екатерина Мусиенко, которая в восьми турах набрала 11 очков. На этом все. Спасибо, что смотрите нас. Спортивного вам здоровья, все остальное приложится.